Главного врача 4-й больницы Алматы, Каната Тизикбаева, арестованного после смерти сына начальника департамента полиции, отпустили под подписку о невыезде. О судьбе его коллеги, анестезиолога Аскара Тунгушбаева, пока ничего не известно. Напомню, врачей обвинили в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей. На дело, получившее широкий общественный резонанс, отреагировал президент Касымжом Артукаев. О детали у Тимура Ермашева. Об аресте главного врача 4-й клинической больницы Алматы, Каната Тизикбаева и анестезиолога Аскара Тунгушбаева, общественность узнала только сегодня, хотя санкцию на арест суд выдал еще в прошлое воскресенье. На резонансное дело даже отреагировал президент Токаев, будучи в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Стало известно, что медиков подозревают в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть человека. Во второй половине дня Управление здравоохранения было вынуждено дать экстренный брифинг. Я думаю, что без вины виноватыми никого не сделают. Мы надеемся на справедливое и объективное, да, в любом случае мы на это надеемся. Есть для этого общественные организации, неправительственные организации, активные граждане. То есть я думаю, что будет справедливое рассмотрение. В СМИ пишут, что врачей задержали после смерти сына главы департамента полиции Алматы Серика Кудибаева. В начале августа молодой человек попал в аварию на квадроцикле. Лечили Нурсултана Кудибаева в Алматы. Он работал заместителем прокурора Аллатавского района мегаполиса. 27 августа Кудибаев скончался в одной из клиник Германии. Одним из первых на защиту своего коллеги встал президент Ассоциации международных фармацевтических производителей Вячеслав Лакшин. Вячеслав Натанович, все-таки вот эта ситуация, которая связана, то есть арест Каната Тезикбаева, вы связываете этот арест с гибелью сына начальника ДВД? Ну, видите, я акушер-гинеколог, и я не очень знаю детали. Я имею ту информацию, которая поступила к нам из информационных агентств. Но я хочу сказать, что любое задержание врача, а тем более такого высокого профессионала в области травматологии, как Канат Тезикбаев, оно всегда удивляет и настораживает. Супруга задержанного врача написала письмо на имя президента с просьбой вмешаться в ситуацию. И, как я уже говорил ранее, Касымжамар Токаев дал поручение, несмотря на плотный график встреч в США. Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращение медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога Алматинской 4-й горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству. Администрация президента, Минздрав Аким Алматы держат на контроле. Судя по всему, именно после этого твита служители Фемиды пересмотрели свое решение. Задержанного главврача отпустили на свободу под подписку о невыезде, сообщили сегодня в специализированном межрайонном суде Алматы. А вскоре в сети появилось заявление коллектива 4-й горбольницы, в котором медики поддержали Каната Тезикбаева и Аскара Тунгушпаева. Мы будем отслеживать это дело. Тимур Ермашев, Булат Жакипов, Нурлан Аканбаев. Главные новости. А между тем, поводом для задержания врачей Алматинской больницы стало заключение независимых экспертов, к которым обратились родственники погибшего. Они передали свои выводы в службу экономических расследований. При этом, уполномоченные органы вскрытия и судебно-медицинскую экспертизу не проводили. Об этом журналистам рассказала глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова. По ее словам, в Комитет обращений по этому случаю не поступало. При этом результатов полноценных исследований причин смерти пока нет. Только после того, как будут предоставлены все материалы, можно будет говорить о том, что будет заключительная какая-то экспертиза. Пока только предварительная экспертиза, которая была передана в службу экономических расследований города Алматы. Наш департамент и комитет в саму проверку не привлекался. Отмечу, по словам Бюрабековой, родственники погибшего сами приняли решение перевести Кудибаева в Германию, где он и скончался. Между тем, министр здравоохранения Ельжан Бертанов в Твиттере написал, что взял дело врачей под личный контроль и призвал коллег сохранять спокойствие. А вот Людмила Бюрабекова сообщила, что Минздрав намерен декриминализировать медицинские инциденты. Обязательно все необходимые мероприятия мы проведем, в том числе и внесение изменений в законодательство о том, чтобы конкретизировать понятие, что такое медицинская ошибка. И как в целом в дальнейшем будем смягчать уголовный кодекс.